Здравствуйте, дорогой зритель! Продолжаем играть through the ages против трёх максимальных компов. Первый раз я играю, это третья серия уже, но раздача первая, поэтому идёт не очень всё гладко, но тем не менее пока в игре мы. Хотя, по-моему, тут уничтожить противника совсем нельзя, так что, что значит пока в игре? В игре мы будем до самого конца игры. В прошлый раз мы открыли конституционную монархию, вот у нас стало много действий, много военных действий, и, в общем, взяли танки, которые будем в будущем развивать. На этом ход у нас заканчивается, и давайте смотреть, что нам комп ответит на всё это. А комп решила нас на... Подождите, синий? Мы же с ним только что заключали пакт. Ну ты... Мы же заключали пакт с ним, чтобы не нападать друг на друга. Уничтожьте два городских здания. Сейчас опять нам всю разрушат. Так, а вот эти карты, смысл их какой? А, вон они добавляют. Влияние науки, да, мы не сильны по науке, скинем её. Холодная война там тоже даст самым сильным. Влияние гармонии. Блин, ну давайте всё хотя бы. Всё равно смог, да, и всё равно разрушил. Ну ты и подонок. Вот же синий гад. Мы же с ним договаривались не нападать друг на друга, а он всё равно пришёл и напал. Пришёл и напал, и всё сломал наши лаборатории. А нас должно было бы подкопиться за два хода на танки исследований. Ну, с другой стороны, очевидно, потому что с такой дохлой армией... Чё бы на нас не нападать? Я, конечно, армию потерял на этот какой-то там развитую территорию, непонятно что, дающую. Волна преступность. Два самых слабых. Синий. Каждый из двух теряет и по-синему. Ну, отлично. Значит, сила всё-таки вот эта цифра, а вот эта, наверное, вообще суммируется. Может быть. Может и не быть, конечно. Черчилль. Этот всё по военным идёт, да? Синий по науке, жёлтый по военным идёт. Ну, от синего, конечно, я не ожидал такого. А почему рыцари тут до сих пор? Вроде мы перешли в эпоху, в которой рыцари уже отменили. И красный нападает на нас, да? Семь заберите. Ну, это, конечно... А, ну здесь... Здесь без вариантов. Да, сейчас нас будут грабить, грабить курваны наши и рушить наше здание. Причём все. Все наши здания. Успешная агрессия. Ну, блин, понятно. Тринадцать упер, что ли? Или это у него было? Это его было, да? А наших сколько он упер? Четыре он упер наших. Вот гадство. Однако, да. Однако, мы, конечно... Ну, красный, смотрите... А, он туда заапгрейдился. Здесь у него три лабы. А, видите, начинает строить вот эти. В культуру. Вот это у него что за форма управления? Такая республика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Фаза политики. Ней. Гады. Все лаборатории ломали. И ресурсов нету на эти лаборатории теперь. Зашпионить кого-нибудь можем? Нет, цивилизация слабила нас. Не можем. Лады. Значит, конец фазы политики. Нам нужно снова восстанавливать. Два железа, да? А это нам обойдется в три. Ну, нам по-любому нужна хоть какая-то наука, чтобы она хоть как-то прирастала. А у нас больше нету никаких ресурсов, поэтому мы не можем сразу его заапгрейдить. Можем сделать еще одного чела. И войска не можем заапгрейдить, потому что тут у нас ничего нету. Можем карту набрать, да? Давайте возьмем вот эту карту. Получим четыре ресурса в следующий ход. Военная теория. Это что такое? Плюс пять нам даст на оборону, да? Три военных действий добавит, что ли? Давайте возьмем. Карту мы можем теперь нахватать. Сидмейр, смотрите. Автор цивилизации. Оригинальный. Никогда не видел, как он выглядит. Так, каждая ваша лаборатория производит число культуры, равное своему уровню. Но при этом производит меньше науки. Но нет, Сидмейр, спасибо. Наука нам очень нужна. Патриотизм. Четыре дополнительных железа на обучение отрядов. Да, неплохо, потому что мы будем апгрейдить. Вот этих своих стрелков. Это нам обойдется в два. Если у нас будет четыре дополнительные, значит мы сможем... А, ну апгрейд нам больше некого будет. Если мы одно действие только сможем совершить. Ех. Авиация. Ну, авиация не очень нужна. Так, это... Нам добавят еще вот этих. Какие-то карты, значит, добавляют еще сами по себе, кроме форм правления, вот эти действия. И за ними тоже надо следить. Вот я сейчас только вдруг понял. Вот это нам добавит, видимо, три военных. А вот это нам добавит... Давайте возьмем, хотя 10 науки. Где у нас столько науки? И здесь 11. Нам... У нас было плюс 4 науки. Я надеялся за два хода открыть танки. Чтобы уже никто не мог там подкрасться со своими рыцарями. Но не тут-то было. Да, тут поразрушали все наши эти... Ех, ех, ех. Компьютеры тоже, да? Гридостроительные. Это вот туда. Еще дальше в науку. Мультимедиа, видимо, еще дальше, да, в науку? А, или в культуру. Мультимедиа в культуру. У нас современная пехота. Первый полет в космос. Суммарная стоимость 16, да? Даст 16, 8, 9. Уже даже и не знаю. Все как-то не очень. Все требует науки, которой у нас даже близко не было. Производство чудо такого. Во-первых, мы его взять не можем. Во-вторых, оно еще дорогое очень по производству. А вот тут разная авиация. 7. Да нет, та же самая авиация. Визит-то ничего особо. Профессиональный спорт. Добавит и оборону, и счастливых людей. Давайте вот это возьмем. Пока влазит в карты, да? Ну и вот это все равно больше брать нечего. Да, и дохленькое наше производство. Сейчас опять кто-нибудь еще придет бороться с нами. Так. О-о-о-о. Робеспьера нашего забрали. С лидером не из текущей эпохи. Ох, ты же собака. Ну правильно, синий и зеленый. Два самых слабых и потеряли. Так, синий и зеленый надо хватать тогда. Хотя бы... Хотя он будет культуру... Ой, науку в культуру переводить. А уже его взяли. Нам не надо науку в культуру переводить. А у этого много науки, да? Вот сейчас. Вот смотрите, он почти всех человечков уже израсходовал. Все довольны. Вон уже, смотрите, он производство. Ух ты. 21 вход. Ну, я так понимаю, что эта партия будет мной проиграна. Но игра мне в целом нравится. Скажем, динамичность ее нравится. Как-то пошустрее все идет. Потому что все-таки, как я уже говорил, да Цива там 8 часов на партию. На божестве, на максимальной скорости. Это прям... Так, ну мне не хватит, наверное, да? Даже всех моих карт. Всех моих карт. А, я все еще не могу даже положить туда. Двоечки на троечки заменить, если... Да фиг не толку. Ну, понятно, да. Тут понятно, что войска нужны были. Напрасно я брал вот эту какую-то территорию. Непонятно... Непонятно, что она дала нам, а 8 войск я туда отправил. Теперь, конечно, все только делают, что снимают нас ресурсы. Шахт, шахт, сейчас вот до нас дойдет ход. Надо посмотреть, возможно, она вот тут нам добавляет. А, смотрите, авиация появилась у желтого. Ох, тут 12. Ракеты. Терроризм. И опять на нас, да, упало. Уничтожьте одно здание. Такая, такая себе. Прям совсем уничтожить нельзя никому. Но вот этими политическими картами жизнь подпортит всем конкретно. А вон у него стрелки, да, и пушки, и стрелки. Ракет устроить, что ли? О, и там все, и там все. И вот она наша... Россиюшка отстала. Еще там светится терроризм. Еще одно здание рухнет. Эх. А всю еду уперли, да, у нас? Поэтому мы не можем делать ног у человечков. Нет, смотрите, с шахт. С шахт, с шахт. С лабораторий. За храмы. Вот эти вот колонизации. Так, а у него... Фермы. За лидера. Лабы. За чудо. Так. Перевозки, да. Я пытаюсь понять смысл вот этих территорий, дурацких. Колонию... А, вот они, кстати. Вот же они, наши дурацкие колонии. Вот их, видать. Историческая территория. А это не наша. А, нет, наша. А вот и у этого, да? Стратегическая территория дает ему две... Два защиты. А историческая дает одиннадцать. Ни фига себе. Так, а вот... А вот наши островки дают, значит, нам шесть культуры. А развито дает... Не пойму, а она что нам... Дает вам преимущество, указанное внизу. А, бонус в центре имеет мгновенный эффект. Один раз дали нам пять науки. Два чувак... Двух чувак в школу дают нам. А, дополнительных в банк. Короче, это фигня. Откровенная. Восемь бойцов она не стоила. То есть у нас вот здесь лишние чувачки, а здесь лишние сундучки, ящички. А это дало нам вообще один раз, да? Бонус. Мгновенный эффект. Один раз мы шесть получили за своих солдат. А здесь один раз пять. И дополнительные эти действия. Но они нам не нужны. У нас еще восемь тут. Два тут. Вот этому, да, у него заканчиваются люди. Но у него все люди уже в зданиях четвертого уровня сидят. А у нас еще вот здесь вот все. А кучу ресурсов мы потеряли из-за набегов. Потому что все войска отправили на островки найти. Понятно. Ну, вот и прояснилось, да. Вот и прояснилось. Поэтому надо смотреть конкретно, что дает эта территория. И конкретно ее не брать. Потому что здесь чего? Три карты какие-то он получил. И два в защиту. Но два в защиту еще куда не шло, да? Здесь два довольных и одиннадцать. У него довольны и так все. В общем... Но недовольных-то я и не видел. Да. В общем, колонизация такое себе мероприятие. Может быть, с каким-то отдельным бонусом оно сумму даст. А пока, конечно, нет. Так, получим шесть культуры. Не густо. Потеря суверенитета. Обе цивилизации не могут нападать друг на друга. Цивилизация производит на два больше, цивилизация на два меньше. Никто не может объявлять войну цивилизацией В. На нас не смогут напасть. Мы будем производить на две культуры меньше, которых мы производим всего две. Семьдесят два. Пятьдесят четыре. Восемьдесят. М-м-м, да. Да, это провал. Однозначный. Влияние населения. Ну, тут хотя бы десять получим, да? Довольного сверх десяти. Они, конечно, все получат больше, но... Сколько что-нибудь разыграем. Беженцы. Сильнейшие цивилизации получают три. Свой ход. Слабейшие теряют три. И теряют население. Я потерял население. Значит, когда мы разыграем вот эту, начинает работать предыдущая, которую кто-то заложил туда. Поэтому розыгрыш вот этой карты, которая даст десять культуры, она прищучила у нас все, что могла, да? Так, а это что? Мне дают разрушить чужое здание? Это же не мои? Нет, это не мои. А за что мне дают разрушить здание? Давайте лабораторию мы сломаем. А, это за терроризм. Ну, собственно, у всех, да, он... Так, потерять свободного рабочего. А, если бы не было рабочего, у меня бы дома бы снесло. А у всех снесли здание. Повезло, что был рабочий. Так, всем порушили. Стало чуть-чуть приятно от этого. Что еще мы можем сделать? Да нифига не можем. Нет ресурсов вообще. Никаких. Резервы? Резервы. Либо на еду, либо... Нет, давайте на... На ресурс. И чувачка потратим... Так, это будет апгрейд стоимостью 2. Иди до туда. И это тогда делаем еще на ресурс. И здесь будет апгрейд стоимостью 3. Ага. А здесь будет чувачок стоимостью 2, который мы потом сможем грейдить. Либо мы сейчас его закинем в какое-то из вот этих зданий стрёмных. Это у нас будет сила 4. Сила 4 так же не имеет смысла никакого, как и сила 3 в текущий момент. То есть, конечно, армию на поганые островки-то я напрасно разменял. И это был провал. Хотя провал, наверное, был чуть раньше. Так. А здесь уже все равно не заапгрейдить ничего. Но здесь не хватит. Тут 3 надо. Да. А у нас всего 2. Всего 2. Либо еду, либо железо, либо фигового солдата. Давайте фигового солдата сделаем, бог с ним. Хотя если здесь добавить... Давайте лучше здесь добавим лишний ресурсик в следующий ход. И ничего мы больше не можем сделать. Можем захватать еще карты. Театр производит в 2 раза больше. У нас нету театра. Но он еще счастье нам даст. Хотя бы. Полезное улучшение. Это что такое? Ферму-шахту потратим 4 меньше. Давайте. Сэкономим. Все, что нас не украдут, мы сможем потратить на производство. Фаза сброса. А перебор карт уже что ли? А-а-а. Нашего этого. Уперли же. Давайте скинем что-нибудь. Сберите у врага. Но мы самые дохлые. А мы не заберем. Холодную войну давайте сбросим. Потому что это всем кроме нас добавится. Все. Еще. Все надо сбросить. Да ты шутишь. А, все, да. 4 нужно было остаться. А зачем еще нам 3 карты прилетело, если у нас опять туда не влазит? Два науки. Вот. Когда мы следующую фазу, в смысле карту политическую будем разыгрывать, мы получим за науку бонусик, который нам сейчас показали. Сейчас надо что-нибудь разыграем. И, конечно, эта двоечка нам построила. Построил железнодорогу. Плюс 26, е-мое. Ага, транскантинальная железнодорога. Бонус, он такой мощный дает. С 4 шахт. Вон они, у шахта 4. Че там территория? Даст 4. Вот здесь добавит 4. И минусанет 1. Нет. А, и 4 еды за них. Нет, нет, нет. Нам это не надо. Синий, да? У него людишки заканчивались. Вот ему как раз эти людишки сейчас нужны. Ну, вот из колонизации все стало понятно. Ладно, я думаю, в следующую раздачу будет повеселее играть. Потому что уже разобрался. Ну, вроде как бы разобрался. В основных механиках. Значит, пойдет получше. Ну, конечно. Победитель забирает 5 культуры. Давай, подонок. Культура у нас там всего-то 32, да? Хе-хе. А, ну че, все время теперь война будет? Он все время будет 5 забирать? А-а-а. Это такая карта. Не такая, как набег один раз. Это прям война постоянная. Вот он, зараза. Ну, на самом деле, уже, я думаю, копить армию тоже несколько поздно. Можно, конечно, всех солдат сейчас переводить в войска. Но я думаю, что нифига это не поможет. Вот, смотрите, 6 к защите. Давайте вот эту возьмем, наверное. А почему нельзя? Агрессия на бег. Напасть на кого-нибудь. Война за культуру, кстати, смотрите. Война будет разрешена в начале следующего хода. Понятно. Так. Как вот это сделать? А, ее можно будет просто, наверное, да? Во время игры как-то. Видимо, как-то во время войны нужно будет ее скинуть. И она уже даст нормальный прирост. Не такую фигню, как обычно она дает. Наши три отряда явно никого не смогут ограбить. Война за культуру мы не выиграем. За тип отрядов по 2 мы получим 6. Да, все получат до хрена. Влияние гармонии. Все опять получат до хрена. Мы получим нифига. И мы все самые слабые. То есть мы тоже ничего не можем. Ладно, давайте вот так сделаем. Получим 6. И потратим до 5. Желтый сильнейший игрок. Их. Так. Попробуем войска тогда, да? Встроить. И вот тут мы сейчас улучшим шахту. И у нас 7 науки. Так, и вот этих сейчас мы заапгрейдим, наверное, еще. 7 науки. Танки 9. Давайте вот этих заапгрейдим молдцев. И это все, что мы можем делать. Резервы возьмем на следующий ход. Сейчас же нельзя, да? Урбанизацию возьмем. О, а, все, уже карты не лезут больше. А выкинуть нельзя ничего. Профессиональный спорт. А, смотрите, кстати, профессиональный спорт тоже даст 4 обороны. Ну-ка, засечем 6, да? Его построить еще надо. Или нет? Не пойму, что, туда какое-то здание, что ли? Это какой-то тип здания. Его туда нужно еще построить. И стоит оно 7. И оно даст плюс 4, да? А солдатик нам дал плюс 3. Ну-ка, давайте солдатика отменим назад. Полезное улучшение. Это все равно шахту. Сейчас проверим. Так, сейчас у нас плюс 3, да? Оборона должно стать. Плюс 7. Да? Да, плюс 7. Но особо толку нету, потому что два солдатика давали А, ну, два солдатика давали плюс 6. А это дал плюс 7. Ну, так себе. Что-то оно еще дает, кроме счастливых людей. Счастливых людей у нас полно. Тогда даже, не знаю, ну, какую-то оборону оно дало нам. У нас было 7. Через два хода было бы 11. Мы получили бы здесь еще два хода у нас уже прищучит. У нас война, начнется следующий ход. Поэтому нам максимально надо сейчас в оборону. В оборону. Танки через ход тоже поздно. Все поздно. Все это. Так, а какие-то тактики можно было копировать раньше? Можно? А, взамен регион 2 дает, а регион дает тоже 2. Тоже вся фигня. Ракеты. Ладно, берем резервы. Следующий ход. Воспользуемся. Все, да? 6 карт. Конец хода. Тут опять что-то не влазит. Давайте суверенитет выкинем. И гармонию давайте выкинем. Все. Так, слабейшая цивилизация если нет... Теряет колонию. Отлично. Я еще и теряю теперь эти дурацкие островки. Которые и так-то не очень много смысла имели. А теперь я и вообще их потеряю. Один из двух. Да уж, да уж. А там уже современная пехота, да? Интересно. Интересно. Не просто и поэтому интересно. Ладно. Уже, конечно, сомнение, что стоит доигрывать эту раздачу. Потому что понятно, что не победить совсем. Это что он взял? Кучу действий он взял какую-то. Как называется? Исход войны. Ну, понятно, что... 18 это отжал, да? Козлина. Так. Это... А, это карта, чтобы выторговать эту фигню. Вот стратегическая территория, да, имеет смысл. Тут 4 хотя бы она даст, да? Вот это я не понимаю, что за 5 карт. Но 4 обороны, это хорошо. Но нам не надо. Потому что будет 11, это все равно. А вот этих последних чуваков мы потеряем. Хотя, можно вот так вот сделать. Можно сыграть карту, но оставить чуваков. А, без чуваков она не работает, да? Тогда нет. Тогда не надо. Так, мы все еще... О, смотрите. Карта тактики. 11. А, это не наша. Понятно. Я-то обрадовался. Думал, нам подвалило такое счастье 11 в тактику вложить. У нас сейчас будет 18, и нас не смогут больше грабить. Ох ты, 27. Да нет, смогут. Смогут на 18 нас грабить еще. Механизированное земледелие. Ну, ладно. Эпоха 4. Значит, эпоха не 3, а 4. Так, все цивилизации теряют по 2 из желтых банков. Красный сбрасывает хвалилистов, зеленый сбрасывает оперу. И одну военную карту эпохи 2. Зараза! Наш солдат. А, нет, смотрите. Остался наш солдат. Смотрите, нет, тактика-то нормальная. Вашей новой тактикой. Вот! Круто! Теперь у нас будет... А, ударная, да, написано? Ударная войска. 11 в атаку, 6 в оборону встанет. Вместо той тактики, которой сейчас у нас там 2, да? Вот. Вот это мы сейчас и... А, вот смотрите, какая. 9 в 5, а у нас 11 в 6. Это вообще самая крутая тактика. Так, значит, сейчас мы сделаем что? Агрессии нет. Это вообще не так. Так, набег, интервенция, заберите всем культуры. Все слабее вас, агрессия, набег. Нет, слабее вас. Во время действия... Можно кого-нибудь напасть, но... Начальство еще... Давайте на синего. На синего у него 17, а у нас сейчас будет... Окей. Потерять историческое... Да что-то фигня, что-то фигня. Надо совсем фигня, ладно. И теперь, значит, тактики мы меняем свою... Где наша тактика? Где наша? Как ее поставить-то? Вот. И у нас сейчас... Не понял. А почему у нас... Что за хрень? У нас должно было стать тут... Либо 18, либо 13 против 17 синего. Она не на все войска, что ли, действует. Она станет доступна для копирования. А, и смотрите, карты кончились уже. Все, игра сейчас совсем... Совсем закончится. А у нас еды не хватает на нового человечка. Печаль, беда. Давайте еду апгрейдить тогда. Все, давайте, всю еду в апгрейд перейдем. Видите, даже 3-го уровня зданий я не достиг. Ни по одной ветке. Из-за отставаний в науке я прощелкал вот эти все штуки. Причем, прощелкал их настолько, что они уже ушли, и их уже теперь не найти. Те карты. То есть, мне теперь вообще не светит улучшить выше зданий какой-то первой эпохи, да? А, да, это первая. Значит, еще вторая, третья. А у них там в третьей эпохе. В общем, ясно, да. Вот эти вот технологии на здании, их нужно обязательно сразу выцеплять. И сразу применять, чтобы была возможность для апгрейда. Еще посмотрим. Этот производит один, да, этот производит два. Значит, 8 еды мы, по идее, хапнем в следующий. Вот. Тут у нас 6. И, видимо, еще за что-то бонус, да? 6 шахт. А, и с этой шахтой. Все, эти по одной, эти в два раза увеличиваются. Ну, в общем, да. Момент упущен уже конкретно. Поэтому. Поэтому, конечно. Так, а почему? А почему военные я не могу делать? Ой, а куда он делся-то? А когда кончились все военные действия мои? Когда я тактику выложил? А, я в политике потратил все действия свои. Тогда нет. Нафиг такую политику. Так, значит, резервы. Еду, которой нет. Урбанизация. Лабораторию. А, нету чувака. Еще чувака. Ну, чувака в войска надо, чтобы вы не нападали опять. Так, а апгрейд не станет, да? Это апгрейд за чувака. Понятно. Все, да? Кончились апгрейды. Ну, сюда уже вообще... Давайте Эйнштейна, что ли? Возьмем его вместо Чаплина. А его уже не взять. Потому что у вас уже есть лидер этой эпохи. Ох, как! А уволить лидера? Нельзя. То есть из одной эпохи один лидер. Надо аккуратно с лидерами еще. Понятно. Понятно. Это все нам хватать смысла нету. Потому что такую науку мы будем копить 5 ходов. А тут, судя по всему, осталось 1, 2 По одной картюже, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Здесь один из ходов остался, я так понимаю. Так, ну тактику-то мы можем все равно свою применить. Давайте резервы возьмем на следующий ход. А то я не могу уже взять. Понятно. Еще и не все влазит теперь еще. И синий напал. Зараза. Но в этот раз уже ему не прокатит. Танки, ракеты. Да, все. Вот карты отъезжают. Так что это последние 10 ходов. О, Голливуд кто-то строит. Плюс 24 культура. Ну круто. Че. Успешная агрессия. Как это? А, это желтый еще напал. Жал, еще 20 культуры. Но синий-то не справился со мной, да? Хоть тут-то я отбился. Ну, в общем, понятно, что я на последнем месте в итоге остался. Останусь и остался. Даже, наверное, ни один из ходов я неправильно посчитал. Каждый же может выцепить несколько карт. Правильно? Что-то все мечется в влиянии на сирене. А, это которую я закидывал карту, да? Я получу 2. А, 12. Как, я так отстал-то? Каждый вытащит еще. Значит, вообще-то дохода 3 осталось. Сеть ресторантов. Макдачка. Макдачка дает 23 культуры. Ладно, сейчас все технологии зато посмотрим. Чтобы в следующий раз уже знать наверняка, какие чудеса цеплять. Общие тактики. Ну, у меня нормально все с тактикой. А, все, вот последний ход. Ну, то есть... То есть вот так даже. Так. А, у меня и карт политических не осталось. Ну, давайте, чувачка, что ли. Чувачков, да. Ну, уже, по большому счету, без разницы. Раз это последний ход, уже ничего тут не успеть. Не значит, что-нибудь запгрейдить новую арену давайте. О, арена покруче. Все, да? Наверное, все. О, смотрите, сэкономить на чуде было бы круто. Укрепление военной мощи. Ну, последний ход, поэтому просто все карты выдернуть оттуда. И все. Можете скопировать тактику. Столкнулись с коррупцией. Да, господи, уже. Уже ладно, фиг с ним. Раз это конец игры, то это конец игры. Коррупция, не коррупция. Вот и посмотрим. Так. А, смотрите, еще что-то разыграли. Цивилизацию получают. Культура в зависимости от их параметров силы. Да, я получаю ноль. Потому что... А, 15, 10, 5, 0. Четвертому совсем ничего. От параметров силы. В общем, войска имеют... Имеют значение не только для атаки обороны, но и вот во всех вот этих картах. Так, значит, культура у меня меньше всех. А, пошли все разыгрываться. А, смотрите. А, видите, переставляют теперь за каждую роль своих особых синих технологий и форм управления. А, 4 получил. Еще погнал. Еще погнал. Видите, в последних шести событиях еще идут там бонусы за бонусы, бонусы на бонусы. Сложный процент бонусов за каждый уникальный тип отрядов городских зданий, синих технологий. С технологиями синими, вон как бонусы на бонусы идет все время. Получает... Вот, видите, поменялся опять лидер. Равное количество праздными шахтами. Блин, несчастья. Ну, счастья у меня больше всех тут уж. Точно у меня больше всех счастья. Нет, всего 16. Двое ему счастье. За гражданское действие. Это вот этих, у кого много, они еще удваиваются. Даже 100 очков не набрал. Но со всеми теперь технологиями все понятно. Ни одному чуду не успел построить. Тоже культуру генерят чудеса. 4, 3, 3. Одно пытался, мне сломали. Ну, это конец. Вы закончили первую игру. Ачивка. Да, мы закончили первую игру. Поэтому я уверен, что в следующий раз будет круче. По-любому я еще буду играть в нее. Мне понравилось. Понравилось тем, что она такая довольно-довольно быстрая. Еще в настройках покопошиться, пропустить ходы компа. Я видел, их можно ускорять. И я их ускорю по-любому. Потому что сидеть над ними всеми не очень. А так получается где-то за 2,5 часа. Партию можно проиграть всю. Я даже думаю, что можно будет в формате стрима как-то выбрать. день ускорить компов. И за 2 часа прям раз. И все. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, что думаете про игру. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока.